В настоящее время в оборот все более активно увлекаются различного рода нематериальные объекты. В первую очередь это имущественные права и требования из обязательств. Предположим, что вы являетесь продавцом, и ваш покупатель должен вам определенную сумму денег за поставленный вами товар. Таким образом, у вас есть требования к вашему покупателю, а покупатель обязан вам заплатить. Вы можете самостоятельно осуществить это право и дождаться исполнения должника. Но может сложиться такая ситуация, при которой должник вам заплатит через месяц, а деньги вам нужны уже сейчас. В связи с этим вы можете распорядиться вашим правом и, например, уступить его третьему лицу. В таком случае вы получите ваши деньги уже сейчас, но с вашим требованием вы расстанетесь. Второй вариант. Вы можете использовать это требование как предмет обеспечения. Например, вы можете заложить его или уступить в обеспечительных целях. Что такое обеспечительная уступка требований? Вы уступаете вашему кредитору это требование, но даже несмотря на то, что он становится при этом полным обладателем права, в своих правомочиях он ограничен этой обеспечительной целью. Например, он не может по общему правилу уступить это требование кому-то еще. Кроме того, если ваш должник заплатит кредитору больше, чем вы должны кредитору, то кредитор, в свою очередь, обязан выплатить вам эту разницу. Разумеется, гладко все может быть только на бумаге. Но использование конструкции обеспечительной уступки всегда предполагает возникновение определенных проблем с ней связанных. И именно эти проблемы и способы их решения я исследую в своей работе. Продолжение следует...